здравствуйте дорогие зрители сегодня в карантин я с вами проведу занятия с восточного танца на тему восточный танец как лечебная физкультура для позвоночника поскольку в карантин все сидят дома работают удаленно и очень часто просто сидят за компьютером поэтому мы с вами разомнём позвоночник начнем как всегда с разминки разминку можно выполнять как утреннюю зарядку у меня на канале уже есть видео с разминки но поскольку карантин решила снять это все еще раз не все не все занятие а просто разминка будет повторением того же что у меня есть на канале начинаем с правильного положения тела начинаем с правильного положения тела во время восточных танцев стопы параллельно друг другу сожалению на видео это не видно но возможно я вам вскоре покажу колени мягкие немножко согнуты таз вперед плечи назад подбородок параллельно полу это правильное положение при выполнении упражнений с восточных танцев и начинаем разминку сверху вниз голову вперед назад как черепашка не а теперь стороны сдвигаем голову если у вас это упражнение не получается у вас двигаются например вверх головы тогда вы посмотрите в зеркало как вы выполняете это упражнение и подвиньте ту часть головы которая работает хуже сдвигается у вас вверх а вы подвиньте рукой подбородок сдвигается вверх а вы рукой подвиньте и так со временем у вас начнет получаться точно также и наоборот если первым сдвигается подбородок волевыми усилиями подвигайте и вверх головы А теперь четыре точки. В сторону, вперёд, в сторону, назад. В сторону, вперёд, в сторону, назад. Объединили. В другую сторону, вперёд, в сторону, назад. В сторону, вперёд, в сторону, назад. Объединили. Взяли рукой за голову, потянули в одну сторону, в другую, вниз, назад. А теперь посмотрели в сторону, вперёд, в сторону, вперёд, в сторону, вперёд, в другую сторону, вперёд, в сторону, вперёд, в сторону. А теперь в одну сторону, в другую, в одну, в другую. Теперь в сторону, вверх, в сторону, вверх, в сторону, вверх, в сторону, вверх. А теперь сложнейшее упражнение. В сторону и назад. В сторону и назад. В сторону и назад. А теперь, когда мы уже лучше размяли шею, ещё раз возьмёмся рукой за голову, потянули и немножко пошатали. В одну сторону потянули, в другую. Вниз потянули, пошатали и назад потянули и пошатали головой. Теперь стопы немножко дальше, на ширине плеч. Колени немножко согнуты для амортизации. И будем делать обороты головой. Медленно. Кстати, секрет того, как сделать упражнение классно, быстро и красиво, точно такой же, как и секрет того, как очень быстро сказать скороговорку. Когда мы говорим скороговорку, мы пытаемся сначала её выучить очень медленно, напрягая рот. Точно так же и упражнение. Если мы хотим быстро и красиво сделать упражнение, то начинать нужно медленно и очень амплитудно. Медленно оборачиваем голову в одну сторону, в другую. Может доходить до десяти, двадцати раз. И тогда у вас будет получаться быстро и красиво. Но со временем теперь представили на потолке у вас представили листочек бумаги. На голове представили карандаш. И будем рисовать восьмёрочку параллельно полу. Подбородок ходит параллельно полу. А на голове карандаш ходит параллельно, и получается перпендикулярно потолку, потому что мы на нём рисуем. Рисуем такую восьмёрочку и в обратную сторону. Теперь листочек наш сгинаем, как мостик над нами. Представили вот над нами мост? А вот внизу моста мы приклеили листочек. И этот листочек идёт от стены по потолку и опять же к стене. И теперь мы рисуем восьмёрочку через стену, перекрещиваем на потолке и обратно рисуем восьмёрочку. И в обратную сторону. А теперь ещё один вариант восьмёрочки. Но на этот раз уже последний. Мостик идёт вот так через нас. Не через плечи, как раньше было, а вот со спины и наперёд. Вот листочек лежит здесь, над головой и позади. И поэтому один кружочек восьмёрочки спереди вас перекрещивается над головой и сзади ещё один кружочек восьмёрочки. Такая вот необычная восьмёрочка. И в обратную сторону. Закончили с восьмёрочками. Спускаемся, наконец-то, ниже. Нет! Ещё есть суперская восьмёрочка. Если листочек бумаги лежит у вас перед лицом, а карандашик у вас на носу, и вы просто рисуете теперь перед лицом восьмёрочку и в обратную сторону. Ну, раз уже так я очень усердно работаю над головой сегодня, то покажу вам ещё очень интересное упражнение. У вас должно нагреться между ушей сзади. Сначала такое упражнение. Не-не-не-не. Вот так шатаем головой. Нет-нет-нет-нет. А потом да-да-да-да-да-да-да-да. Вот так мелко. Должно нагреваться. Ну и, наконец-то, мы спустились. Теперь ставим ручки ровно, ровно, локти ровно и пальчики, ладошки на себя. Четыре пальца и большой палец. Теперь вниз. Локоть ровный, следите за этим. И также четыре пальца и большой палец. И на этой руке четыре пальца и большой палец. Показали мне ладошки, покрутили. Показали мне ногти, покрутили. И теперь основа восточного танца. Основа восточного танца – это изоляции. Когда одна часть тела работает изолированно от другой части тела. Как мим. Видели когда-нибудь, как мим танцует? Ну, где-то там на маскараде или в центре города. Напишите в комментариях. Видели? Вот точно так же, как мим, изолированно может работать со своим телом, точно так же и в восточных танцах. Очень хорошо это видно на руках. Согнули руки в локтях и крутим. Только руки, видите, в обратную сторону. В одну, в другую. Изоляция. Теперь полный круг. Одной рукой в обратную сторону. И другой. И в обратную сторону. А теперь две руки. И в обратную сторону. Поработаем над плечами. Согнули руки в локте и плечом вверх-вниз. 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 Вперед-назад. 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 А теперь четыре ложечки. Вперед-вверх-назад-вниз. Вперед-вверх-назад-вниз. Объединили. Рисуем круг. Назад-вверх-вперед-вниз. Назад-вверх-вперед-вниз. Объединили. Точно так же и с этой рукой. Вперед-назад. 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 Вверх-вниз. Вверх-вниз. Назад-вперед. Назад-вверх-вперед-вниз. 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 Объединили. Вперед-вверх-назад-вниз. Вперед-вверх-назад-вниз. Объединили. Помахали ручками, у кого устали плечи. И теперь будем круг одни плечом, другие руки в стороны, одни, другие, и по очереди, и в обратную сторону. Молодцы! Еще очень интересное упражнение. Одно плечо вперед, другое назад. Одно вперед, другое назад. И ускоряемся. И получается вот такая цыганская трясочка. Нельзя не обратить внимания на кисть. Как работаем в восточных танцах, как держатся у нас пальчики. Большой пальчик тянется к среднему. Это идеальная позиция в восточных танцах. Можно и вот так, но мне кажется вот так красивее. Работаем над кистью. Ставим ручки вот так. И кисть вверх-вниз. Локоть, и пальцы, и ноги стараемся держать на одном месте, а ходит только кисть. А теперь в стороны. А теперь по кругу, в другую сторону. И точно так же с другой рукой. Кисть вверх-вниз. Вверх-вниз. В стороны. И по кругу. В одну сторону. В другую. Размяли пальчики. И теперь кисть, кулачок и пальчики. Кисть, кулачок и пальчики. И другая рука. Кисть, кулачок и пальчики. Сгинаем, разгинаем. Молодцы. Хорошо. Как, кстати, делается вот эта знаменитая волна руками в восточных танцах? Плечо. Локоть вверх. Кисть вверх. И пальчики скручиваются. В это же время плечо, локоть и кисть опускаются вниз. Ладошки смотрят все время вниз. И как волну раскручиваем. И другая рука. Плечо, локоть, кисть. Плечо, локоть, кисть. И по очереди. Одна рука вверх, другая вниз. Закончили. Ну и спускаемся еще ниже. Разминга-то сверху вниз. Ставим кулачок. Подмышку. И давим грудь в сторону. А теперь другой рукой в сторону. А теперь пытаемся сдвинуть без рук. В одну сторону, в другую. Изоляция. Голова. И таз у нас на месте. А ходит только грудь. А теперь, поскольку тема позвоночник, спускаемся. Дальше делаем упражнение. Разогнулись. Разогнулись. Вперед. Сделали такую добрую кошечку. А теперь кошечка злая. Она зашипела. Разогнулись. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Вперед. Назад. А теперь в сторону. Вперед. В сторону. Назад. В сторону. Вперед. В сторону. Назад. Соединили. Рисуем круг грудью. В другую сторону. Вперед. В сторону. В сторону назад, в сторону вперёд, в сторону назад. Соедини. Но это же ещё не всё. Можно аж в сторону, не, можно аж вверх грудь, вниз, горбик. Вверх грудь, не вперёд, а вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. И теперь будет другой круг грудью. В сторону аж вверх, в сторону вниз, в сторону вверх, в сторону вниз. Соединили. Видите, амплитудный круг получается. И в другую сторону. Вверх, в сторону вниз, в сторону вверх, в сторону вниз. И соединили. Напишите в комментариях, какой круг красивее. Вот этот или вот этот. А мы работаем дальше. Грудь вверх, вперед, аж вниз. Горбик внизу, посередине, пытаемся вверху. И опять грудь вверху, посередине, внизу. Горбик внизу, посередине, вверху. И соединяем. Грудью рисуем такой круг. И в обратную сторону. Грудь вперед, но вниз. Вперед, посередине, вперед, вверх. И горбик вверху, посередине, внизу. И соединяем. Спускаемся еще ниже. Техника работы с животиком. Она работает так. Набираем воздуха, выдуваем. И потом только делаем упражнение. Особенно на начальных этапах. Вот танцовщица танцует. Ей надо сделать что-то животом. Она незаметно от зрителя оборачивается. Набирает воздух. Выдувает. И только потом делает упражнение. Не нужно делать упражнение вот так. Нет. Набрали воздух. Выдули. Втянули живот. Упражнение. Я выхожу из пляжа. Знаете, из воды выхожу. Иду. Все такая худенькая. Иду. Потом отдыхаем. Легла на простынь. Отдыхаем. Вновь набрали воздуха. Выдули весь воздух. Втянули. Можно ноги на ширине плеч поставить. Втянули. Еще втянули. Немножко прогнулись. И еще втянули. Выдули последний воздух. Худенькие. Молодцы. Отдыхаем. Теперь противоположное упражнение. Сейчас я немножко включу камеру. Теперь противоположное упражнение. Теперь набираем воздух. Выдуваем. И надуваем животик. Так. У нас животик толстенький. Арбузик получается. Так. Тетя, уступите место в маршрутке. Отдыхаем. А теперь набрали воздух. Выдули. Втянули. Надули. Втянули. Надули. Втянули. Надули. Отдыхаем. И спускаемся еще ниже. Я немножко камеру опущу. Ага. Ах, не получается. Ну, будем пытаться. Будем пытаться. Как-то встать так, чтобы меня было видно всем. Присели. Выровняли одно колено. Эту же ногу подняли на носочек. Следим, чтобы не было вот такого. Ровные ступни. В стороны. Оттянули бедро. Поставили на пяточку. Подтянули. Выровняли. Подняли. Оттянули. Поставили. Притянули. Представили здесь карандашик. И рисуем кружочек. В обратную сторону. Другой ногой, следовательно. Присели. Выровняли. Подняли на носочек. Следим, чтобы не было медвежонка. Оттянули. Поставили. Притянули. Теперь одна нога. Другая. Одна. Другая. Меня. Хотя бы немножко. Видно? Напишите. Комментарий. Противоположную сторону. Присели. Сначала отодвинули бедро. Выровняли колено. Подняли на носочек. Тоже следим, чтобы не падал. Мишка. Подняли на носочек. Подтянули бедро. Другая нога. Присели. Оттянули. Выровняли. Подняли. Подтянули. Поставили. Оттянули. Выровняли. Подняли на носочек. Подтянули. Поставили. Покрутили. И теперь то одна нога. То другая. Это одно из сложных упражнений. Сейчас будет легче. Бедро в сторону. Вперед. В сторону. Назад. И соединяем. Будто посредина. Среди. Будто посредина старелочка. И мы ее описываем бедрами. По кругу. Это легче. И знаменитая восьмерочка. Присели. Одно бедро наперед. Через стороны. Назад. Другое бедро вывели наперед. Через стороны. Назад. Одно наперед. Назад. Второй. Параллельно полу. Не через верх. А параллельно полу. И в обратную сторону. Тоже одно назад. Наперед. Другое назад. И наперед. Теперь разминаем колени. И в другую сторону. И стопы. Сейчас я вам покажу стопы. Нагну камеры. И покажу стопы. Очень надеюсь, что вам будет видно. Ногу вперед. Тянем носочек. В одну сторону. Делаем такого медвежонка. В другую сторону. Делаем такого пингвинчика. И назад. Потянули. Теперь в одну сторону. Делаем медвежонка. В другую. Пингвинчика. Полный круг. В одну сторону. В другую. Разминаем пальцы. Руки. Ставим ровные колени. Ставим ногу на пяточку. И приседаем. И другая нога вперед. В одну сторону. В другую. Назад. В одну сторону. В другую. Поставили. Потянули. Покрутили. В одну сторону. В другую. И разминаем пальчики. Сейчас я опять выровняю камеру. Режиссера без оператора. А сейчас-то у нас будет совсем другая деятельность. Сейчас я возьму коврик. И вы тоже возьмите коврики. И поставьте. И сейчас я возьму коврик. Красавец. Вообще красавица. Сейчас я возьму коврик. Постелю на пол. И покажу вам, как делаются упражнения на полу. Подождите меня немножко. Или же я вообще перенесу эти камеры. Не. Пусть будет здесь. А ну как. Видно? Да. Значит так. У вас сейчас есть время взять коврики. Постелить их на пол. Точно так же, как и я. Видите, я вообще снимаю одним дублем. Что получится, то получится. Очень надеюсь, что хотя бы что-нибудь получится. Знаете, поговорка. А если долго мучиться, что-нибудь получится. И продолжаем упражнение для позвоночника. Ложимся на пол. Меня вообще видно? Видно вот эту штуку, а меня не очень. Мне надо пододвинуться вот сюда. Ну, надеюсь, видно. Хотя бы немножечко. Тянем руки. Тянем руки. Ложим руки на... Или кладем. Руки на пол. Носочки тянем. Ровные ручки. И поднимаем одну ручку. 45 градусов. Просто одну руку. Другую руку. Тоже на 45 градусов. Одну ногу. Точно так же. На 45 градусов. Но меня же совсем не видно. И другую ногу. Точно так же на 45 градусов. А теперь одну руку. И ногу с той же стороны. Поднимаем одновременно. Противоположные. Руку и ногу. Тоже поднимаем. Теперь накрест. Одна нога. И противоположная ей рука. Теперь противоположные. Рука и нога. А теперь делаем ножницы руками. Делаем ножницы ногами. Делаем ножницы и руками, и ногами. Отдыхаем. Делаем велосипед ногами. Ускоряемся. Ускоряемся. В обратную сторону. Ускоряемся. Теперь делаем велосипед руками. Ускоряемся. В обратную сторону. Ускоряемся. А теперь велосипед и руками, и ногами. Ускоряемся. В обратную сторону. Ускоряемся. Теперь ручки вверх. Ну как вверх, на пол, но вверх. Ножки вниз. И пытаемся ходить. Без рук, без ног. Только на позвоночнике. Вверх, вниз. Молодцы. И ворачиваемся. И делаем все эти же упражнения, но наоборот. Теперь одну ручку поднимаем. Другую ручку поднимаем. Одну ножку поднимаем. Другую ножку поднимаем. Поднимаем руку и ногу с одной стороны. Другую руку и ногу. Теперь накрест. Противоположную руку и ногу. Противоположная рука и нога. Теперь делаем ножницы ногами. Теперь делаем ножницы руками. Теперь делаем ножницы и руками, и ногами. А теперь делаем лодочку. Поднимаем то руки вверх, то ноги. Упражнение для позвоночника закончены. Сейчас будет растяжка. Я только включу камеру. Еще одну. Сейчас будем растягиваться. Растягиваться. Поскольку тема у нас позвоночник, то это мы уделим больше внимания. Все ли удобно. Посмотрели в одну сторону. Обернули голову в другую. То в одну, то в другую. Как на разминке. Теперь. Рукой взяли за голову. Подтянули в одну сторону. В другую. Вниз. В противно. Вниз. Назад. Теперь. Руку за голову. Рукой за локоть. Потянули голову назад. Другой рукой за голову. Рукой за локоть. Потянули голову назад. Молодцы. Теперь той рукой, которая меньше болит, за голову, взяли за подбородок, потянули в одну сторону. Другой рукой взяли за подбородок, потянули в другую сторону. Молодцы. Теперь одна рука в сторону, другой рукой за голову. Потянули голову вниз, ногти на себя, большой палец вниз и за спину. Сейчас вам покажу, как за спину. Вот так вот, мизинчиком к спине. И медленно выховывали. Другая рука в сторону. Этой рукой за голову потянули, ногти на себя, большой палец вниз и за спину, что в мизинчик к спине. И медленно выховывали. Чувствуете облегчение в шее? Теперь одна рука за спину, другая. И вверх, вверх. Делали такую пирамидку. Молодцы. Работаем дальше. Корпус в одну сторону, в другую. То в одну, то в другую, то в одну, то в другую. И только теперь замочки. Но у замочков тоже есть хитрость. Одну руку за голову, другой за локоть, голову назад. И только теперь другая рука и встречается. И теперь еще спину выровняли. И тогда у вас точно замочек получится. Другая рука. Встретились. И спину выровняли, выровняли. Молодцы. Приступаем к растяжке дальше. Аж стыдно. Стопы. Стопа к стопе. Сели на такую бабочку. Нажали ручками на колени и растягиваемся. Растягиваемся. Назад. Назад. Руки. И взлетаем на бабочки. А теперь такое жесткое упражнение. Давим бабочку. Давим бабочку. Руки вперед. Давим бабочку. Конечно, пытаемся спину держать ровно. И давим бабочку. Кто как может. И я в том числе. Одна нога вперед. На другую. Сели. Сели. И наклоняемся. Поменяли ноги. Наклоняемся. Теперь такое интересное упражнение. Называется жабка. Сели на жабку. У жабки как лапки? Между ножек. А-а-а. Сели на жабку. Одну ногу в сторону. А вот так. Не переходим. У жабки. Лапки передней между ножек. Почему? Потому что она локтем раздвигает. 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 Теперь. Перешли на мотоцикл. Такой дур-дур-дур-дур-дур. Мотоцикл. Теперь. Легли на переднюю ногу. Ну да. На ту, что спереди. Легли. Легли. И вообще легли на них. Легли на ногу. И потянулись вперед. И спина ровная. У меня здесь коробка. И теперь опять жабка. На другую ногу. На другую ногу жабка. Теперь. Вот так вот. Выровняли ногу. Поставили лапки. И раздвигает. Раздвигает. Теперь мотоцикл. Дур-дур-дур-дур-дур. Теперь. Легли на ногу. Легли. И потянули. Такая у нас замечательная растяжечка. Дальше я вам покажу упражнения для позвоночника. Те, которые лежа сначала. Потом те, которые стоят. Дабы не менять положение камеры. Вот у меня есть замечательный. Даже не знаю. Коробка не подходит. Возьму-ка я стульчик, наверное. Да. Возьму я стульчик. Поставлю вот здесь стульчик. Поставлю вот здесь стульчик. Теперь ноги ставим на край стульчика. И поднимаем таз вверх. И поднимаем таз вверх. Но ложить будем сначала лопатки ближе к стульчику. Поясницу и попу аж к пяткам. Должны почувствовать облегчение. Так нужно сделать пять раз. Мне неудобно. Сначала поясницу поднимаем в середину спины. Аж почти лопатки возле плеч. Теперь ложим лопатки в середину спины и поясницу ближе к пяткам. Расслабляй. Еще три раза. И теперь можно просто полежать. Напишите в комментариях, почувствовали ли вы облегчение при выполнении этого упражнения. Также лежа я вам покажу упражнение для позвоночника очень хорошее. Тоже на расслабление. Это когда... О, уберу стульчик уже, мне не нужен. Это когда ноги в одну сторону, а корпус в другую. И наоборот. Ноги в одну сторону, а корпус в другую. Отдых. И упражнение стоя. Последнее упражнение сегодня. Боже, как же мне теперь опять поставить, чтобы это было стоя? Ну, да не то. Ну, будем надеяться, что-то будет видно. Тянемся вверх. Тянемся. Тянемся. В одну сторону закручивается. В другую сторону закручивается. Вперед тянемся. Расслабляем поясницу. В одну сторону закручивается. В другую. Вниз. Вниз. Расслабляемся. Также пытаемся дотронуться ногтями к полу, отдыхаем, потом ладошками к полу, отдыхаем, потом ставим вместе ноги, колени вместе, стопы вместе и тягнемся ногтями к полу, отдыхаем. Теперь ладошками к полу, отдыхаем, ну и наконец упражнение последнее для релаксации позвоночника, называется бумажечка, вот возьму вам бумажечку и на примере бумажечки покажу. Скручиваем мы бумажечку, мы ее вот так скручиваем, да? Все логично, все понятно. Вот раскручиваем бумажечку, мы ее вот так раскручиваем, вот так скрутили, вот так раскрутили. Все понятно? Вот она еще непослушная бумажечка, вы видите? скрутили раскрутили скрутили раскрутили все понятно также и позвоночник сначала посмотрите полностью потом только выполняйте сначала согнули шею потом округлили спину округлили середину спины поясницу теперь очень внимательно сейчас поднимаемся выравниваем только поясницу середину спины плечи вверх и только теперь голова вверх тянется к потолку поняли раскрутились как бумажечка и со мной вперед пять раз голова плечи середина спины поясница повисели расслабили позвоночник подняли поясницу середину спины плечи голову вверх и вновь шея плечи середина спины провисли поясница середина спины и плечи голова вверх и еще раз самостоятельно я могу подождать но под конец видео я вам задам домашнее задание кто все-таки досмотрел видео до конца и хочет мне об этом сообщить напишите в комментариях и мне будет очень приятно если вы на ютубе или в вайбере или фейсбуке создадите мне видео ответ то как вы делаете хотя бы любое упражнение давайте последние вот это как вы его делаете снимите мне видео я буду очень счастлива что работаю для вас не зря